Дальневосточное хоккейное дерби В конце игры и вовсе пропустили еще За полминуты до сирены все тот же Саболич увеличил отрыв и принес победу Адмиралу 0-2 Хочу сказать слова благодарности нашим болельщикам, которые, несмотря на что, поддерживают нас, приехали Старались переключать местную торсиду, то есть создать нам более домашнее условие Спасибо им за это Соберник нас произошел, в общем-то, и тантический движение в первом периоде Потом немножко выровняли, но, к сожалению, у нас в атаке сегодня мало что получалось Следующий матч Адмирал проведет на Фетисов арене Соперником приморцев 24 января станет хорватский Медвежчак Спартак Приморья одержал гостевую победу над подмосковными Химками На выезд приморцы отправились изначально не в статусе лидера Красно-белые были в усеченном составе Во Владивостоке вместе с травмированным Федором Ключниковым остался и Максим Кривошеев Малорезультативная игра в первой четверти с большим количеством неточных бросков перешла и во второй отрезок Спартак хорошо защищался, но не успевал реализовывать быстрое нападение и мазал из-за дуги открытые броски Несмотря на это, начиная с третьей четверти, приморцы стали набирать больше очков, чем соперник Ближе к концу матча отличная реализация штрафных и контроль игры принесли нашей команде победу 68-74 Не самая лучшая наша игра, надо это признать, но главное, что одержали победу Конечно, в усеченном составе играть сложно, потеря ведущих игроков сказывается Но это шанс для других ребят, которые получили больше игрового времени и доказали, что на них тоже можно рассчитывать Теперь Спартак Приморья готовится к домашней серии Уже 27 января у себя в гостях наша команда примет баскетбольный куб «Иркут» Конкурс «Мисс Луч Энергия» стартовал во Владивостоке Приморский футбольный клуб обозначил начало традиционного фанатского события Условия конкурса довольно просты Все, что нужно, это до 10 февраля включительно прислать заполненную заявку и свои фотографии по указанному адресу По итогу присланных заявок будет сформирован состав участниц, за которых можно будет проголосовать на страничках клуба в социальных сетях Условий для участия всего два – возраст от 18 до 35 лет и фанатский стаж от 1 года Как будет проверяться последний пункт, неизвестно Как бы то ни было, по итогам конкурса будут отобраны 5 финалисток, которым в следующем этапе предстоит проявить себя наиболее креативно Победительница ивента не только получит от клуба памятный приз, но и представит команду в конкурсе «Мисс ФНЛ» 22 мая в Москве А там призы уже позначительнее – недельная поездка на Кипр, а также фотосессия в глянцевом журнале Максим Яковлев, Новости спорта на 8